Высаживание новорожденного – путь материнской любви. Но сейчас, когда многие мамы имеют возможность посвятить своим малышам все время, снова становится популярным ранее высаживание новорожденного. И только период индустриализации, который вынудил матерей достаточно рано оставлять детей одних дома и уходить на работу на заводы и фабрики, привел к тому, что полезная практика ухода за новорожденным на время забылась. При этом мать постоянно находилась с грудничком в тесном эмоциональном контакте и понять, когда младенец хочет сходить в туалет ей было несложно. Этим достигалась чистота и достаточный доступ воздуха к нежной коже промежности новорожденного, что позволяло избежать опрелостей и других интимных неприятностей. Издавна мамы, для естественной гигиены младенца, контролировали процесс избавления дитятки от отходов организма. Высаживание новорожденного – это яркий пример того самого нового, которое хорошо забытое старое. Поможет ли вам высаживание быстрее приучить кроху в горшку? Утверждение, что высаживание никак не способствует раннему приучению в горшку, в целом, справедливо, но не все так категорично. Верно оно тогда, когда мама к годовалому возрасту малыша уже и так практически отказалась от одноразовых подгузников. И фактически, просто немного по-другому, но перешла к высаживанию. А вот если ребенок в полтора года все еще круглосуточно носит памперс, то тут большинство родителей скорее всего столкнется с заметными трудностями в приучении к пользованию горшком. Чтобы этого не произошло, рекомендую посмотреть интернет-семинар «Как приучить ребенка к горшку». То, что ребенок с 18 месяцев может сознательно контролировать процесс мочеиспускания и дефекации, совершенно не означает, что он этого захочет. Это же усилие. А зачем напрягаться, если можно без проблем продолжать делать все «дела» в штанишке? Ну, если малютка с первых дней жизни ходил в туалет не под себя, а в некий предмет, тазик или горшок, то ему, безусловно, легче приучиться к сознательному пользованию горшком, так как уже есть заложенный в сознании образец, куда, собственно, нужно это делать. И альтернативный вариант подсознательно расценивается ребенком, как отклонение от привычного. Соответственно, такой ребенок раньше начнет ходить на горшок сам. Ведь ему уже не нужно переучиваться, в отличие от памперсников. Читайте актуальную статью о том, с какого возраста приучать ребенка к горшку. ИДЖИТИ, 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 а также смотрите мой небольшой видео урок о высаживании, как высаживать грудничка. Процесс высаживания не так уж и сложен, если, как и во всем, что касается детей, изначально немного потрудиться. Ведь это естественное умение мамы слышать и правильно понимать потребности маленького человечка. Если вы решили, что готовы приложить усилия для комфорта своего малыша, тогда эти простые советы подскажут, как правильно высаживать ребенка. Начинать высаживание следует чем раньше, тем лучше. Желательно с рождения, когда младенец еще не утратил заметных поведенческих реакций при возникновении необходимости опорожнения мочевого пузыря или кишечника. Через 6-8 недель такие предупреждения практически исчезают, особенно это касается мочи и спускания. И подловить момент вам станет значительно труднее, необходимо постоянно присматриваться и прислушиваться к звукам и движениям новорожденного. Очень скоро вы сможете достаточно легко определять именно те самые «знаки», которыми новорожденный дает знать о необходимости сделать «дела». Независимо, хочет ребенок по-большому, или по-маленькому, если вы застали младенца, когда процесс уже пошел, то все равно. Подставьте тазик и приговаривайте «пись-пись». Так ребенок сможет установить рефлекторную связь с этими звуками и процессами, происходящими с его организмом, что в последующем позволит. Легче начинать дело по команде взрослого, высаживайте малыша без его требования по необходимости, перед прогулкой, да и после сна. Также следует предложить ему пописать, если с предыдущего раза прошло достаточно времени и, возможно, подходит нужный момент. Это позволит освободить мочевой пузырь младенца раньше, чем его состояние начнет доставлять неудобства, устроив кроху в удобную позу. Дайте ему грудь, если это требуется, и подержите над тазиком, повторяя слова «пись-пись-пись». Грудь дают потому, что при этом происходит естественное расслабление всех мышц новорожденного. Именно поэтому многие младенцы легче писают и какают как раз во время кормления, а о том, как часто нужно кормить новорожденного. Вы можете узнать из статьи «Кормление новорожденного ребенка» и GT, и GT, и GT подмигивающее лицо, возможно, процесс не всегда начнется сразу. Следует подождать 3-5 минут. Можно слегка похлопать пальцами по гениталиям малютки. Это поможет ему быстрее разобраться, что, собственно, требуется его организму. Но, если малыш активно протестует, то принуждать его не следует, это приведет лишь к обратному эффекту. Лучше повторить высаживание через некоторое время, подумайте, сколько он ел за последнее время. Возможно, в данный момент у грудничка просто еще нет необходимости в мочеиспускании, обязательно обращайте внимание на индивидуальные особенности именно вашего новорожденного. Например, некоторые младенцы могут писать не сразу после пробуждения, а спустя некоторое время. Их организму требуется проснуться, периоды между потребностью опорожнения мочевого пузыря также различны. Обычно у девочек они длительнее. Поэтому решать, как часто высаживать ребенка, следует опытным путем, тазик для высаживания и сухие пеленки всегда должны быть под рукой, чтобы младенец не ощущал вашей нервозности или метаний, которые он подсознательно может перенести на себя, если произошла утечка и начнет нервничать. Обратите внимание, до 18 месяцев ребенок не в состоянии сознательно контролировать эти процессы. Даже, если вам кажется обратное. Да и в более старшем возрасте такое удается ему не всегда. Поэтому не корить себя, не сетовать по поводу неудач не стоит. Высаживание доступно в том случае, если ребенок всегда находится рядом с вами. Это не значит безотрывно следить за каждым его шорохом. Вы вполне можете готовить, вязать или читать книгу. Главное, чтобы младенец постоянно находился рядом и не выпадал из внимания. Иначе, уследить, особенно первое время, за сигналами новорожденного попросту невозможно. О том, как выстроить быт, ухаживая за только что родившимся малышом, читайте в статье «Уход за новорожденным ребенком» ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ. Как держать малыша при высаживании. Существует несколько поз, как держать младенца при высаживании, но в сущности они сводятся к двум основным вариантам. Для новорожденных, которые чаще всего, ходят в туалет, во время кормления грудью, удобнее всего поза для высаживания боком к матери. При этом одна ваша рука, как и при обычном кормлении, обхватывает грудничка с внешней стороны и дополнительно чуть отводит его. Ножку в сторону, для большей свободы паховой области, голова малютки при этом лежит на вашем плече, вторая рука подходит. Подколенный сустав той ножки новорожденного, что ближе к вам. А пальцы этой руки чуть похлопывают по гениталиям малыша для стимуляции процесса, если необходимо, направляют струйку мочи в резервуар. Если младенец, мальчик, а также выполняют любые вспомогательные функции, например, поддерживают пеленку. Дети постарше уже не нуждаются в грудном кормлении для стимуляции мочи и спускания. Да и держать подросшего малыша, чаще всего, в боковом положении уже трудно или невозможно. Для таких деток удобнее высаживание в классическом положении, спинкой ко взрослому, выподдерживает младенца под коленки, а спиной он опирается на ваши руки или грудь. В таком положении ребенка можно высаживать уже не только над тазиком, но и над горшком или унитазом. Не стоит бояться излишней нагрузки на позвоночник младенца. Высаживание только имитирует сидячую позу. При правильном поддерживании никакого отрицательного эффекта быть не может. Поза высаживания новорожденного зависит прежде всего от удобства для вас и крохи. Поэтому пробуйте разные варианты. Необходимо ли высаживание новорожденному? Если высаживание воспринимается вами как некое мучительное занятие, то можно пробовать делать это лишь в опорные моменты, после сна ребенка или перед и после прогулки, а в остальное время прибегнуть к другим мерам поддержания чистоты. В подробнейшем курсе о воспитании и развитии ребенка до года, вы получите разные варианты обустройства жизни с ребенком до года. Как воспитывать, высаживание и кормление грудью, развитие, игры и игрушки для ребенка. Экономия денег на подгузниках или средствах для стирки – вопрос, конечно, немаловажный даже для состоятельной семьи. Но и не основной. А вот, когда мама помогает новорожденному не только утолить голод, но и успешно справляться с другой немаловажной и достаточно сложной. В первое время функции организма, формируется еще более крепкая психологическая связь матери и ее малыша. Возникает эмоциональный диалог, который может сохраниться между этими двумя людьми долгие годы и послужит фундаментом уверенности ребенка в будущем, что мама – это тот надежный человек, который всегда рядом, который поддержит и поможет. Высаживание должно быть естественным и приятным для вас процессом, быть полностью осознанным выбором. Только тогда оно имеет смысл.